Вы знаете, на мне сейчас такой нюдовый макияж, даже не потому, что я сегодня так захотела, а потому что это был единственный способ для меня накраситься сегодня. У меня на глазах только минеральная косметика, потому что я до сих пор, к сожалению, сталкиваюсь с последствиями, о которых я рассказывала в своем недавнем видео о спиртах в косметике. До сих пор, если вкратце, если вы не смотрели это видео, у меня достаточно сильное раздражение на глазу. И хотя прошло уже достаточно много времени, но до сих пор оно не уходит. И вы знаете, вот мой даже личный опыт подталкивает меня к тому, что очень важно говорить о составах косметики. И сегодня видео как раз-таки очень в тему, потому что я сегодня хочу сделать обзор и разбор состава средства, которое очень массово рекламировалось, и я имею в виду средства от Виши, которые называются Минерал 89. На самом деле, мне кажется, это самая масштабная пиар-компания Виши за последнее время, потому что эта реклама была просто везде, и на YouTube, и на каких-то баннерах везде в интернете, и по телевизору. В общем-то, огромные деньги вкладывались как будто в эту компанию, по крайней мере мне так показалось, потому что я видела, ну как минимум, я не знаю, пару сотен реклам этого средства, и через какое-то время я уже не выдержала, решила его заказать и протестировать на себе, естественно, и разобрать с вами состав. Это будет далеко не первое впечатление, потому что, как видите, я уже где-то 2 третьих этого средства использовала, и начала я им пользоваться где-то в начале октября, или даже скорее в конце сентября, то есть 2 полноценных месяца я им пользовалась. Давайте, наверное, как обычно, начнем с фактов, а потом я уже перейду к своему личному мнению и своему опыту использования этого продукта. Что касается фактов, то это средство выпускается в двух вариантах, это либо 50 мл, либо 30 мл, и я считаю, что выгоднее заказывать 50, потому что разница в цене там достаточно незначительная, но в то же время 50 и 30 это разница по объему практически в 2 раза. Сделано это средство во Франции, и если зайти на официальный сайт Виши, то это средство описывается как первый гель-сыворотка с рекордной концентрацией минерализирующей термальной воды Виши, 89% здесь в составе, повышающей барьерные свойства кожи и гиалуроновой кислотой натурального происхождения в высокой концентрации, делающей кожу гладкой и увлажненной. Для всех типов кожи, даже чувствительной. В общем-то это основные заявления производителя, давайте теперь разберемся по составу. Состав здесь достаточно короткий, и на первом месте здесь стоит вода, ну собственно утверждается, что это термальная вода, ее здесь в составе 89%, хотя в составе не указано, что это именно термальная вода, а просто указана вода, но может быть это подразумевается, потому что, насколько я понимаю, Виши в принципе все свои средства делают на основе именно их термальной воды, это их фишка, скажем так. Далее идет компонент, который эко-марки не очень жалуют, и они его записывают как бы во вредные, но по сути это увлажнитель, и его свойства очень похожи на свойства глицерина, и кстати, когда он идет вместе в составе с глицерином, то его свойства усиливаются. И если мы посмотрим дальше на состав, то как раз таки в составе следом идет и глицерин, то есть эти два средства работают вместе для того, чтобы увлажнять кожу. Глицерин вообще входит, наверное, в большую часть уходовых средств за кожей лица. Дальше идет бутылингликоль, это еще одно средство, на которое объявили охоту на ведьм, потому что оно противоречивое с одной стороны, но на самом деле этот компонент также часто используется в косметике, и он имеет основные три функции. В первую очередь он помогает проникновению активных ингредиентов с более высоким молекулярным весом, также он делает текстуру более легкой, и он используется как растворитель, который помогает перемешать все ингредиенты. Совет по анализу косметических ингредиентов сделал несколько тестов, как на токсикологию, так и другого рода исследований, и пришли они к выводу, что этот компонент не является токсичным, и из-за этого, собственно, он и разрешен в использовании в косметике. Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами, то есть FDA, постановила, что бутиленгликоль даже безопасен как пищевая добавка, то есть он также часто используется в продуктах, которые мы употребляем внутрь. Дальше у нас в составе идет метилглюцет-20, и это водорастворимое смягчающее и увлажняющее средство. Добывается он из кукурузного сахара или кукурузного крахмала, и это универсальный, нежный, эффективный, увлажняющий агент, который часто используется для того, чтобы вы получили после применения этого средства такое как гладкое ощущение на коже. Также этот компонент используется для сохранения влаги и способности открывать поры и фолликулы. Дальше в составе идет карбомер, это в принципе никакой не активный ингредиент, особо никаких полезных свойств он за собой не несет, это просто, грубо говоря, синтетический усилитель текстуры, который помогает сделать именно гелеобразную текстуру крема. Как видите, вот как раз-таки это очень соответствует действительности, потому что это средство как раз-таки такую текстуру и имеет. Следом в составе, собственно, идет гиалуроновая кислота, ну как нам и обещал производитель, что она здесь есть, и потом после нее идет опять-таки тот компонент, на который тоже открыли охоту на ведьм, и это синтетический консервант, феноксиэтанол, и те исследования, о которых я читала, все сходятся во мнении в том, что этот компонент в концентрации до 1% не является опасным. И его как раз-таки очень часто используют совместно с другими консервантами, и мы об этом сейчас поговорим, потому что мы дальше будем разбирать состав. И на него открыли охоту на ведьму, потому что несколько было исследований, которые показывают, что он токсичен. Но опять-таки концентрации были гораздо выше, и здесь нужно опять-таки анализировать состав. Вот что я, собственно, и сделала, и я увидела, что дальше идут два компонента, которые также являются консервантами, и учитывая то, что я узнала, что когда этот компонент соединяется с другими консервантами, скажем так, менее противоречивыми, то, скорее всего, это говорит о том, что опять-таки формула составлена очень умно, и особой какой-то опасности ждать не приходится. По крайней мере, это мое мнение, вот мне так показалось, когда я анализировала этот состав. И вот, собственно, о чем я и говорю. Дальше идет каприлилгликоль, и это средство для ухода за кожей и волосами. Он может быть как синтетический, так и натурального происхождения, и он часто используется в смеси с консервантами. И третий консервант, который я здесь встречаю, это лимонная кислота. Вообще, лимонная кислота может выполнять несколько функций, в зависимости от ее местоположения в списке ингредиентов. Если она где-то выше, то, скорее всего, это AHA будет кислота, которая имеет свойство отшелушивать кожу, то есть это очень серьезный такой пилинг для лица. Но если это средство находится ближе к концу списка, то, скорее всего, концентрация там крайне мала, и оно больше используется как консервант. И самый последний ингредиент здесь в составе, это биосахаридная смола, и это увлажняющий и успокаивающий кожу ингредиент. Он работает, связывая воду с эпидермисом, создавая такую как влагозащитную пленку на коже, из-за чего вы ощущаете гладкость кожи. В дополнение к длительному увлажнению, он также работает как антираздражитель. И как раз таки мое предположение, но я здесь могу ошибаться, это только мое предположение, что этот компонент сюда добавили для того, чтобы максимально снизить возможное потенциальное раздражение от феноксиэтанола, который, собственно, является таким более противоречивым. Я не знаю, какой процент здесь его в составе, но так как он находится прям в самом конце списка, я предполагаю, что его здесь концентрация крайне мала. Тем более, что она усилена и другими консервантами. Итак, если сейчас подсуммировать абсолютно все, что я говорила о составе, на мой взгляд, этот состав действительно разумный. То есть я вижу активные ингредиенты, я вижу, как они работают, как они работают в паре, то есть они действительно поставлены таким образом, что один усиливает другой, или один работает вместе с другим. И смотря на этот состав, я вижу, что основное свойство, которое вы можете получить от него, это увлажнение. Вот в первую очередь, большими буквами, это именно увлажнение. И вы знаете, вот я попользовалась этим средством два месяца, и я могу сказать, что по ощущениям, если бы я не анализировала этот состав, и если бы я просто, как обычный потребитель, купила бы это средство и пользовалась им, я бы приблизительно к таким же выводам и пришла, что это средство действительно увлажнитель. У меня, к сожалению, сухая кожа, то есть для меня вот этого средства совершенно недостаточно. Да, я согласна, что оно хорошо увлажняет кожу, действительно, после его применения создается такая, как будто даже вот тоненькая пленочка, возможно, как раз-таки благодаря вот этой биосахаридной смоле, и создается ощущение, вот как будто кожа попила воды, вот как-то именно так. Но из-за того, что у меня сухая кожа, мне этого недостаточно, и очень быстро появляется чувство стянутости, если я не дополняю свой уход еще какими-то питательными кремами. И я считаю, что это средство идеально подойдет как раз-таки для тех, у кого обезвоженная кожа, а не сухая. И в чем, собственно, отличие сухой от обезвоженной? Сухость кожи, это постоянное ее состояние, это не сезонное состояние, как, например, когда включают батареи, вы чувствуете, что кожа становится сухой. Обезвоженная кожа как раз-таки очень часто зависит от внешних факторов. Если мы переходим в какой-то более холодный период, у вас могут появиться шелушения на коже, или вы чувствуете вот это чувство стянутости, или появляются больше мимические морщины. Скорее всего, если это именно сезонное проявление, то это говорит о обезвоженности кожи, в то время как сухость кожи, она является постоянной, независимо от того, лето, зима, жарко, холодно и так далее. Честно говоря, учитывая, сколько рекламы было в этом средстве, я думала, что здесь гораздо хуже состав, тем более, что раньше, кстати, вот что я от Виши не покупала, мне не подходило для моего типа кожи. Может быть, я как-то просто неудачно угадывала с линейками, но тем не менее, мне не нравились эти средства, и я это заказала только исключительно, потому что такая массивная рекламная атака происходила, что мне просто было слишком интересно. Но в то же время, мне это средство действительно приятно удивило. И в заключение могу сказать, что если у вас именно обезвоженная кожа, то это средство может очень хорошо вам подойти, но если у вас сухая кожа, не рассчитывайте на то, что это средство избавит вас от чувства сухости, стянутости, вам в любом случае нужно будет пополнять именно жировой баланс кожи, каким-то именно питательным кремом. И если вам в первую очередь нужно именно питание, то, возможно, это будет далеко не лучший выбор для вас. И если бы я была на вашем месте, то я бы скорее эти же деньги потратила на какой-то, возможно, корейский питательный крем, потому что стоимость получается практически одинаковая. Я не могу сказать, что это средство стоит прям дешево, что стоит за ним бежать, знаете, и оно решит все ваши проблемы. Нет, это хорошее, действительно, увлажняющее средство, которое для сухой кожи уже может дополнить существующий уход, и для обезвоженной кожи может стать именно основным уходом. Также я почитала на него несколько отзывов, и пришла к выводу, что его очень любят обладательницы жирной кожи, потому что жирная кожа тоже может быть обезвоженной. И из-за того, что у него вот такая вот легкая гелевая текстура, он не перегружает кожу, кожа с ним не выглядит жирной, и в то же время вы получаете то увлажнение, которое вам нужно. Кстати, сразу скажу, чтобы исключить любое недопонимание, это видео не спонсировано компанией Виши, или кем бы то ни было другим. Это только мое субъективное мнение, вся информация, о которой я сегодня говорила, легко доступна в интернете, как, собственно, о самом этом продукте, так и о ингредиентах, которых я вам сегодня рассказывала. Поэтому вы сами можете глубже ознакомиться с этой информацией, если не хотите доверять просто одному мнению из интернета. Все, о чем вы сегодня услышали, это мое субъективное мнение и выводы на основе той информации, которую я узнала о этих ингредиентах. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вам нравятся вот такие разборы состава, где четко все по полочкам я разбираю, обязательно ставьте этому видео палец вверх, тогда я буду знать, что это для вас актуально, и буду вот так вот серьезно готовиться к обзору и уходовых средств, и декоративной косметики, поэтому не поленитесь, поставьте палец вверх. И также вы сейчас можете посмотреть другие мои видео, которые вам рекомендует YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.